Лето – период подготовки теплосетей к предстоящему отопительному сезону. Чтобы он прошел без сбоев, в эти месяцы проводится ряд работ по устранению неполадок и ремонту оборудования. В Ленинском городском округе обслуживанием львиной доли жилых домов занимается Видновское производственно-техническое объединение городского хозяйства. Мы сейчас активно работаем с МУПУ КЖКХ по поводу обращений граждан, потому что наши системы горячего водоснабжения, а также и холодного водоснабжения, нужно подготовить к отопительному сезону. За счет бюджетных средств у нас произведен ремонт магистрали здесь, на проспекте Ленинского комсомола, около разворотного круга, в Горках Ленинских 600 метров теплотрассы заменили. В нашей котельной в Развилке мы за счет собственных средств поменяли химводоподготовку, установили новые баки. Лично убедиться в том, что жители Ленинского городского округа смогут рассчитывать на бесперебойную подачу тепла в их дома решил глава муниципалитета Алексей Спасский. Для этого он с инспекцией приехал на центральную котельную Видном. Важно, что к началу нового отопительного сезона мы подходим без долгов. И в отличие от многих других муниципалитетов у нас не было никаких опасностей, или ограничений по поставке электроэнергии, либо газа, что могло бы отразиться на качестве предоставляемых услуг. А так ждем не то что с оптимизмом, а с рабочим таким хорошим настроением. На сегодняшний день работы по подготовке к отопительному сезону выполнены на 75%. По мнению экспертов, это хороший показатель. Полностью к режиму зимней эксплуатации готовы 17 из 23 котельных и 35 из 49 центральных тепловых пунктов. За всем оборудованием в режиме 24 на 7 наблюдают диспетчеры. Система автоматизирована, что исключает человеческий фактор. Мы работаем только на мониторе, только на компьютере. Руками мы уже ничего не делаем. Если что-то произойдет, сразу отобразится? Да, конечно. У нас идет графа, то есть звучит звуковой сигнал, и сразу у нас пишется строка, что произошло. Ну и соответственно мы должны устранить эту неполадку. Подготовительные работы планируется завершить к 1 сентября. Отопительный сезон начнется, когда среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней не будет превышать 8 градусов. Но обычно тепло дают раньше. Сперва в социальные учреждения, а потом и в жилые дома. Юлия Погосян, Александр Логинов, Елена Кошлева. Видно этого.